Всем привет, мои хорошие! Спасибо, что вновь заглянули на мой канал. Огромное вам спасибо за это, что смотрите, ставьте лайки, пишите хорошие комментарии. Мне очень-очень приятно. Если вы еще и подпишетесь, то моему счастью не будет предела просто. Сегодня у нас пельмешечки очень вкусные. Рецепт будет в инфобоксе. Переходите на iCook, смотрите. Потому что там просто идеальное сочетание, то есть идеальные пропорции, точнее, теста. Поэтому обязательно переходите. Думаю, что вы останетесь довольны. Просто все легко готовится и ничего не разваливается. Самое главное, не разваливается. Короче, у нас сметанка в этот раз вместо майонеза. Последний раз, когда я снимала мукбанг, и там был майонез, мне прям чуть не стошнило, если честно. Просто майонеза было что-то многовато. Так получилось. И как-то перестал нравиться майонез, поэтому сметаночка у нас. Я переборщила конкретно, прям полила. Получилось невкусно. Первый зашел. Спасибо огромное за классные комментарии под видео с Чинарой. Мне реально безумно приятно. Мне самой тоже очень понравилась Чинара. Моя бы воля... Я бы и с Нурай каждый день общалась, и с Чинарой, потому что настолько образованная, культурная, интеллигентная девушка. Прям приятно общаться. Мы и после мукбанга сидели, болтали о том, о сём. Было о чём поговорить. Некоторые писали, что... Опять... Опять писали, что Чинара только разговаривает, а и к ест. Но, ребят, это мукбанг. Смысл тогда, мы перед собой поставим, например, еду, а сами просто будем разговаривать в формате интервью. Это же именно мукбанг. То есть есть и говорить одновременно. Я сама прям несколько раз пересмотрела это видео. Мне очень понравилось. Во влоге, кстати, вам покажу, какие вкусняшки она мне принесла. И хотелось отсюда сказать всем подписчицам, которые собираются приходить ко мне в гости, и которые уже записаны, так скажем, на какое-то число. Девчонки, просто кладу руку на сердце и говорю вам, когда приходите, ничего не надо. Это всё лишнее. То есть там тортики, не тортики. Не надо. Я прям некомфортно себя чувствую. Мне как-то неудобно становится. Я такой человек. Когда парень покупает мне воду, мне хочется его эти 30 копеек ему вернуть. Уж не говоря о посторонних людях. О незнакомых людях. Всегда вот это поражало. Некоторые девчонки там у одного айфон взяли, у другого там золотую цепочку, со всеми общаются. Всё офигенно. Наверное, это тоже какой-то талант. Я такой никогда не умела и не практиковала. Не то, что они непорядочны, а я порядочна. Нет. Это тоже в какой-то степени надо уметь. Я просто не умею. Меня очень сильно мучает совесть, если я что-то у кого-то возьму и не верну в большом объёме. Это, кстати, как у меня бабушка. Бабушка всегда учила, что если гость приходит к тебе не с пустыми руками, то ему хоть что-то ты должна завернуть и отправить с собой. Всегда бабушка этому учила. Так что на заметку новым девочкам также писали, почему всегда девочки, почему нельзя позвать подписчиков, парня. Не знаю, почему так сложилось, но вся моя аудитория, 97% это женщины. Не знаю, почему. Напишите, пожалуйста, в комментариях, есть ли серьёзно люди, мужчины, которые меня смотрят. Хотя я рассказываю не про косметику. Я бы не сказала, что у меня такой девчачий прям блог. Вроде бы мукбанки. ещё, кстати, вчера буквально узнала, что оказывается, скоро все знают приложение WhatsApp из какого-то числа февраля, он типа будет сканировать ваши данные, то, что вы переписываете. Там у всех приходит вопрос, там, принять соглашение или отклонить. В общем, вы разрешаете ваши конфиденциальные данные, чтобы переходили на Facebook, и в Facebook вам будут давать, например, рекламу, то есть вам будут показывать рекламу в соответствии с вашими разговорами в WhatsApp. То есть ваши разговоры будут читаться, делать какой-то вывод про вас и давать вам рекламу. Например, мы с подругой, к примеру, общаемся про косметику. Я буду заходить на Facebook, в Instagram, и мне будет показываться реклама именно касательно косметики. Одно только осознание того, что мои переписки будут читаться, это уже фигово. Поэтому я решила просто WhatsApp-ом не пользоваться. Перейти на Telegram и всем моим знакомым, которые частенько пишут мне в WhatsApp. Ребята, переходите на Telegram. Telegram это очень удобно. Кстати, еще я создала специальную группу в Telegram, где я буду делиться с вами лучшими тиктоками, моментами из своей жизни, музыкой, которую я слушаю и так далее. Кому интересно, ссылочка будет внизу, обязательно переходите на мой Telegram канал. Мне кажется, что Telegram это отличная альтернатива. Но мой парень категорически против переходить на Telegram. А знаете почему? Потому что там в чате не видно, прочитано ли сообщение или нет. То есть он всегда со мной ругается, например, он последний отправил сердечко, к примеру, когда я это сердечко не посмотрела. И он такой, почему ты не посмотрела? В общем, в Telegram он не сможет это все регулировать, так скажем. Поэтому он против Telegram, но и в то же время против того, чтобы читали его сообщения. Вообще, я думаю, что от WhatsApp много кто отвернется после вот этого вот обновления. Да куча мессенджеров. Мне неприятно, что мои переписки кто-то будет читать. Зачем оно мне надо? Это знаете как? Те, кто сидят сейчас в этом ВКонтакте, на них сейчас смотрят как на динозавров, да? А в одно время ВКонтакт это была одна из самых крутых соцсетей. В России точно. В Европе здесь все сидят в Фейсбуке, в России все сидят в ВКонтакте. Сидели. Сейчас уже никто не сидит. Хотя, может, есть кто-то. Я помню, когда Инстаграм только появился, я была в восьмом классе. Восьмом или девятом. Точно не помню. Восьмое. Я что-то у своего друга спросила, что такое Инстаграм туда-сюда. Он мне, знаете, как объяснил? Он сказал, ты, например, идешь в какой-то ресторан, и ты там делаешь фотографии и выкладываешь в Инстаграм. То есть, типа, из-за ресторанов только. Я такая подумала, ну, я особо по ресторану не хожу, что я каждый день буду постить. Потом я что-то по приколу решила зайти. Залипла. Ну, Ютубчик. Ютубчик я любила всегда. Для меня всегда это была замена как бы телевизора. И все-таки я считаю, что Ютуб это очень полезная соцсеть. В том плане, что ты узнаешь очень много нового, очень много интересного. Я, например, начала сейчас смотреть про минимализм. Раньше смотрела про косметику и сейчас я знаю где-то 80% брендов косметики, которые есть. Да, если бы я не знала, если бы у меня не было Ютубчика, откуда бы я это знала? Почему по телевизору нету таких передач, где, например, красятся и все дела? Телевизор не готов просто так пиарить вообще ничего. Вы замечаете, на Доме 2 всегда вот такие наклейки, где вот Adidas написано или Leibug. Любая вещь, она заклеена, чтобы не было понятно, какой бренд. Им запрещается вообще участникам Дома 2 показывать, например, каких брендов косметику они используют. Почему? Чтобы бесплатно не пиарить. А блогер спокойно может сказать, что, например, я пользуюсь этой помадой от Maybelline, хотя никто за это не заплатил. Или, например, KFC McDonald's, которые я постоянно покупаю, говорю про них, что я люблю, хотя никогда в жизни они мне за это не оплатили. А телевизор не готов так делать. Одно время, помню, Саша Спилберг сняла какой-то рум-тур или что-то такое. И, в общем, у нее там был стенд с уходовой косметикой, и она просто заблюрила. Чтобы типа не заплатили, я рассказываю про вас. Вот когда заплатите, тогда расскажу. И, на мой взгляд, именно в такие моменты теряется как бы доверие к блогеру. То есть, действительно, чем ты пользуешься, нам не показываешь, потому что они тебе не заплатили, а какую-то фигню толкаешь. Вот в телевизоре то же самое. Они толкают только то, что за что им заплатили. Один пельмешек упал. Не согласен с нами. Ушел с нашего корабля. Большие пельмени. Хорошенько проварились внутри. Я прям долго варила. Но при этом ни один не развалился. Все это благодаря тесту. Соблюдая эти пропорции, у вас получится идеально. Просто тесто для пельмешек. Ссылочка будет внизу. Все внизу. Меня, если честно, эта ситуация немножко от Саши Спилберг оттолкнула. Понятное дело, что плохие комментарии можно всегда удалить. Но в то время она была звезда. Хотя сейчас появилось миллион новых. Тиктокера не тиктокера разная. Объелась просто. Мама отделила здесь был ровный килограммчик. лукомчиком. Ребята, я уже наелась. Было очень вкусно. спасибо, что досмотрели это видео до конца если вам не сложно, то подпишитесь если все равно вы смотрите мой канал мне будет безумно приятно всех люблю, целую, с вами Байк Емили пока